Саша, ну вот так сразу не сообразишь, о чем поговорить-то, новости вообще все путаются. Да, здесь новостей, конечно, целая пачка за год набежала. Слушай, если не о чем говорить, я предлагаю о погоде. Во, как раз в январе и феврале в Алмазном регионе было особенно холодно. В Мирнском районе наблюдались аномально сильные морозы. В Алмазном крае низкая температура была отмечена в селе Рылах. Скольный термометр показал отметку 52 градуса ниже нуля. Минус 50 наблюдалось в поселках Тасюрях и Алмазный. Для школьников объявили актированные дни. Интересно, в этом году будет так же, по-моему, градусник давит очень хорошо. Привет, Крислава. Привет. Я погреться к вам. У вас хоть тут чай есть, камин теплый. Давай мы тебе еще. Замерзла не могу вообще. Надоела эта зима, я не знаю, как тут нам жить. Январь минус 50, сейчас минус 40. Так, холодно, жуть. Да. А как ты переживаешь холода вообще? Кристин, ну, я знаю, ты человек теплолюбивый. Есть какие-то секреты, как пережить такие холода? Обязательно нужно заниматься спортом. Правильно питаться. Ездить на такси. Но если денег нет, ходить вон так. А вообще лучше улететь, куда потеплее. Точно. Или уехать. Или уехать. У меня, кстати, для тебя две новости в таком случае. Одна хорошая, другая плохая. С какой дачи? Уехать можно? Можно уехать. Но не скоро. В начале года стал известен маршрут федеральной трассы Вилюй. Его изменили. Такое заявление в социальной сети сделал председатель правительства Якутии Владимир Солодов. Дорога должна слезать мирно и круглогодичным сообщением с Иркутской областью. Утвержденный проект предполагал строительство трассы по нынешнему зимнику через Тас-Юрях. Но теперь она сместится на юг, пройдя по территории Ленского района. Весь год так или иначе этот вопрос обсуждался. Вместе с будущим строительством моста через Лену у Якутска. Ну и естественно мы не могли не задать этот вопрос главе республики, когда он пришел к нам на прямой эфир. Стоимость строительства участка от Маркова в Иркутской области до Мирного колоссальна. Она в несколько раз превышает предварительно стоимость строительства того же Ленского моста. И сегодня оценивается специалистная порядка 180 миллиардов рублей. Конечно это колоссальные средства и понятно, что эта дорога не будет построена в ближайшие годы. Что касается маршрута. Я достаточно большой работу сейчас провел, чтобы мы вернулись к обсуждению как раз южного так называемого варианта, который из Мирного пойдет на Ленск и потом уже на Витим, а дальше уже на НЭПа. Это вот уже в Иркутской области. И сегодня выбран основным этот маршрут. В краткосрочной перспективе для нас этот выбор уже очень полезен, потому что в этом случае участок дороги от Мирного до Ленска, он будет передан в федеральную собственность. И соответственно мы надеемся, что уже в ближайшие годы после работ по подготовке проектной смертной документации и прохождения государственной экспертизы, дорога может быть заасфальтирована. Сейчас Федеральное дорожное агентство главной задачей своей видит строительство круглогодичного проезда от Мирного до Якутска.